Один из главных проектов России и Японии в сфере экономического сотрудничества, продвигаемого правительствами обеих стран, был отвергнут российской стороной. Японское предложение по совместной модернизации аэропорта Хабаровска отклонено. Вместо Японии заказ на строительство получила турецкая компания и уже приступила к строительству нового внутреннего терминала. При этом, как отмечает японское издание, существует опасность, что и в дальнейшем модернизация главного дальневосточного аэропорта будет проходить без Японии. Данный проект был предложен Владимиру Путину, президенту России. Еще в 2016 году премьер-министром Японии Синзабе, и входил в ряд пунктов по экономическому развитию северных территорий, тем самым служил демонстрацией значимости японской стороны в развитии Дальнего Востока. Японские власти также требуют от нас принять участие в этом проекте, «Однако мы частная компания, и не можем работать без прибыли», подчеркнули в отделе информации японской строительной компании Саджицу, которая должна была заняться реализацией проекта. Мы заключили соглашение об инвестировании строительства, однако российская сторона не приняла наш проект. Напомним, российско-японский план развития охватывает множество областей, малый и средний бизнес, развитие городов, медицину, промышленность, передовые технологии. При этом модернизация аэропорта Хабаровска являлась ключевым направлением развития промышленности Дальнего Востока. Спасибо, что смотрели, подпишитесь на канал, оставляйте комментарии, друзья. Продолжение следует...